У нас 9 августа 2021 год, утро, после завтрака мы приехали тут с утраком Максимом на мотоблоке. Одна из причин была, что начали птицы клевать подсолнухи. Я их насадил в этом году много, не закрыл сразу преждевременно ничем. Из стаи этих ворон, вон они сидят на деревьях. Здесь мало, утром было еще больше, я за морковкой приезжал сюда, смотрю, налетели на подсолнухи и клюют их. Вон здесь еще прополкой надо заниматься, а там грядки наши моркови, с которыми мы садили, с Юрием Пахмутом, который крестился, потом стал Георгием. Вот уже пропал неоднократно, сестры приезжали, помогали тоже. Благосетит Господь за их труды. Вот они подзарастали у нас грядки. Это вот горох, грядка 62 метра. Вот, уже зеленый горошек собирали неоднократно. Сейчас он уже, вот, кое-где уже все, он поспевший. Такой здесь еще зелененький есть. Вот. Это вот брат Георгием садил, овес свой привозил. Вот там. У него небольшая грядка получилась. Кукуруза посажена. Подсолнух, вот то, что они такие наклонены, это у нас большая буря тут прошла. Вот, кое-где посралок, даже это, местами шейфер на крышах. Приходилось ремонтировать. Подсолнух. Тоже уже, что-то я тут даже видел. Муравьи тоже начинают на подсолнухе нападать. Никогда бы я об них не подумал. Вот так вот выросло это все, что мы весной осадили. С Богом за помощью все это возросло. Я уже тут проходил все это бензокосилкой все это скашивал прямо до чисто, до земли. И вот опять трава наросла. Пока мы дамбами занимались. Вот оно видно, даже подсолнух склеванный наполовину почти. И так многие это вот именно птицы стараются. Берут стараются в основном спелые такие, которые вот он тоже видно и склеванный. Многие. Здесь у меня огурцы. В основном я их на семена решил оставить. Это вот свекла выросла. Тут морковка. Ну вот вот. Приехали как раз собрать подсолнух. Даже вот буря повалила. Сейчас покажу, какой тополь. Тополь стоял. Все время каждый раз проходил мимо него. Когда ходил, поливал, насос включал. Сейчас вот он лежит. Вот такой толщиной. Дрова готовы. Вот его сломало ветром. Настолько был сильный ветер. То есть это не боберы. Обычно бобры тут валят у нас все. Тут именно ветер сломал. Это вот мимо хмели растет. Вот видно на эти шишечки семена. Которые можно на закваску, видимо, использовать. Огород требует постоянной работы над ним. Труда. Как и душа человека. Точно так же. Если ты над своей душой не трудишься. Не искореняешь свои грехи. С души своей с Божьей помощью. Потому что сам человек не справится. Вот точно так же все будет зарастать. Поле сердца твоего. Вот сейчас покажу арбузы. Вот первая гряда. Я ее садил семенами. Вот пока пропало. Время было. Все было чисто. Сейчас опять серденьком все позатягивало. Вот. Это семенами. То есть еще даже только цветет. Не знаю, вызреть они нет. Погоды хватит. А вот первые три мы садили уже рассадой. Такие вот арбузики. Вот он красавец наш растет. Вот только я кладу. Это небольшой. Есть побольше. Вот побольше лежит. Мы кое-какие начали пробовать, но они еще не дозрели. То есть им еще нужно время. Вот они тоже красавцы лежат. Господь вообще в этом году милостью дал. Там даже дыньки лежат. Сейчас я посмотрю. Вот они. Желтенькие уже. Вот уже. Пить начинает. Что я подумал, что когда увидел подсолнухе и склеванное. Ну давай, бери пилку следующей там, смотри. Которую поклеванную, ты их сеток. Отпиливай. Тут разные сорта арбузов. Вот и полосатики. Да-да, там тоже соберем. Есть маленький сорт. Такие темные. Просто как вы мне рассаду дали, то я и садил. Вот он, тоже большой. Тоже вот с моей рукой. Ну конечно, по сравнению с краснодарскими, другими, там у нас они маленькие. Но все равно. Для нашего региона это нормально. Здесь вот помидоры. Просто рассаду матушка посадила, я поливал все. Потом все это мы пропалывали, сестры пропалывали, помогали. Вот уже красненькие есть помидорки. Их надо собрать, потому что птицы видят, клюют. Вот. Вот таким вот образом. То есть арбузы есть, слава богу. Это первый год опыта у меня такого с арбузами. Именно что посадил под пленку. Это большой результат дало в сохранении влаги. И плюс еще сорняка было меньше под пленкой. Было, конечно, но он не так развивался, как мог бы развиться, если бы пленки не было. А ты его попробовал, чтобы говорить-то? Да, да. Вкусный. Сам еще не поплывал даже. Вот. Вот он склеванный, видите, насколько. Сейчас вот попробую семечку, скажу. Они твердые семечки. То есть они знают, что клюют. Вот, которые поклеванные, обязательно их спиливай. Да, да. Вот это вот вкуснятина. Сладкий такой. Впервые такой вкусный. Подсолнух? Да. Вот так вот. Да Господь дал. Милостис. Маленький тоже. И тоже поклеванный. Виноват я, конечно. Надо было заранее побеспокоиться. И чучело поставить. Светка отнатянуть. Ничего я это не сделал, потому что пожимай плоды свои. Это у нас нут. Есть такой в виде гороха, как по вкусу. А плоды, конечно, по-другому выглядят. Вот он растение. Это растение даже похоже Один мешок, все по-другому выглядят. Вот следующий. Есть солодка. Тоже чем-то вот это растение похоже на солодку. Листиками. Там только они покрупнее. Такие вот у него плоды. Первый год я посадил небольшую грядочку. Это вот все венок затянул. Я уже раза два или три уже скашивал его полностью до земли. Он опять тянется. Насколько сильно гряд. Корни там длинные. Несколько метров. То есть он хорошо сосет влагу из земли. Это капуста. Я так и не понял. Гряд. Под кустарниками не надо было садить. А я посадил. То есть сам виноват. Что им света, видимо, не хватает. Вот. И только одни листья пока. Только еще начинается что-то там. Как-то заворачиваться листочки внутри. Вот так вот огород выглядит. Слава Богу, хоть за это. Там вот матушка делает, земля виднеется. Там садила матушка еще с осени лук в семейку не зашел. Вот такие вот в этом году я уже снял его. Посолька была немножко посажена еще тоже где сорняк торчит большой. Ну вот так вот. Все-таки тут соток 20 примерно участок большой. На 20 соток вот этот участок остался не засеянным. Уже не хватило времени просто на это. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.